Алексей Бардин Добрый вечер Просто концертные версии в нашем исполнении Этого гениального произведения не существует пока И мы ума не приложим, как его вообще можно сделать на диске Мы его поем вместе с Пашей Пахартиновым Очень громко и так кричим, прямо как марковские коты И это здорово На концерте вам эту письмо прокричит автор Громко Спасибо, Лидия За теплые слова Что касается этой песни, я исполнилась в этом году 20 лет Она принадлежит, конечно, не моему перу А перу Владимира Маяковского Вот я только сочнил какие-то мелодии Какую-то сочнил Нет, ты сочнил там еще строчку Ну да, я собрал репеф из нескольких О, заработал Спасибо На альбоме, который вы, конечно, приобретете и послушаете Эта песня звучит гораздо более интересно Стилизованно и красиво То, как я играю Это первое прочтение этой песни Пришла деловита За рыхом, за ростом Взглянув, разглядела Просто мальчика взяла Отобрала сердце И просто пошла играть Как девочка мячиком Мама морщинами Вода туда Множится кожица Мама ду-да-ду-да Сегодня рожа пока А завтра рожится Мама ду-да-ду-да Вот так любовь подцветет Подцветет и скукожица Мама ду-да-ду-да Люли-люли-люли Любовь подцветет и скуко И каждое чудо Будто видится Где дома вкопалась А где девица Такого любить Да это киринеца Должно украдительница Должно издвериться Мама морщинами Вода туда Множится кожица Вода туда Сегодня рожа пока А завтра рожится Мама ду-да-ду-да Вот так любовь подцветет Подцветет и скукожица Мама ду-да-ду-да О люли-люли-люли Любовь подцветет и скуко А я ликую И от его иго От радости Себя не помня Скакал И детям свадебным прыгал Так было весело Было легко Мне мама Морщинами Вода туда Множится кожица Вода туда Сегодня рожа пока А завтра рожится Мама ду-да-ду-да Вот так любовь подцветет Подцветет и скукожица Мама ду-да-ду-да О люли-люли-люли Любовь подцветет и скуко И еще одна песня Она, к сожалению, нет в альбоме Этой песни нет в альбоме Лиды Эта песня очень пафосная Романс я слышал Лида сегодня пела Подобные песни тоже Как положено романсу У нее пафосная тема Надрывные интонации И песня называется Просто так и называется Романс Словно ладонью Божьей рассыпаны Искорки звезд На муаре небес На рубеже Света и тени Караулят чистую душу Ангел и бес На рубеже Света и тени Караулят чистую душу Ангел и бес Ангелу скучно И бесу невесело Звеньем одной Неразрывной цепи Гложет тоска Пуще неволи Потому и воют Как в юго В снежной степи Гложет тоска Пуще неволи Потому и в югою Воют В снежной степи Дышат Дышат На ладон Духовною Силою Глядя в реестр Незапятнанных душ Словно пожар Вечный Слезами Погасили Бес Обеселил Ангел Недюш Словно пожар Вечный Слезами Погасили Бес Обеселил Ангел Недюш Снова Ладонью Божьей Рассыпаны Искорки звезд По муару небес На рубеже Света И тени Кандалами Тихо Звенели Ангел И бес На рубеже Света И тени Кандалами Тихо Звенели Ангел И бес Денз АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Если честно, мы вам представим творчество еще одного автора нашего любимого, песня которого тоже вошла в наш альбом и тоже заняла какое-то особенное место по нас. Хотим вам представить творчество Юлии Черцановича Кима. И мы вспомним его киноработы, если, конечно, Евгений Николаевич сможет настроить гитару. Мы вспомним, прежде всего, тоже из «Невошедшего». Это песня из детско-юношеского кинофильма «Точка-точка запятая», которая была написана с авторством с гениальным Геннадием Гладковым. И вы знаете, что тандемы Юликина и Геннадий Гладков сделали только для нашего кинематографа, что, в общем, трудно себе даже и представить этот самый кинематограф уже без этого тандема. «Точка-точка запятая» Точка-точка запятая Вышла рожица смешная Ручки, ножки, огуречек Появился человечек Что видят эти точки? Что построят эти ручки? Далеко ли эти ножки уведут его? Как он будет жить на свете? Мы из-за этой неботы видим мы Его на и Самаре только и всего? Что, что, это важно Чтобы вырос у нас важным Чтобы мог найти дорогу Посчитать разбег Это трудно Это сложно Но иначе невозможно Только так из человечка выйдет человек Впрочем, знаю даже дети Как прожить на белом свете лечат А вопроса нету ничего Просто надо быть правдивым Благородным Справедливым Умным Честным Все готовы только и всего Как все просто удается На словах и на бумаге Как легко на гладкой карте Стрелку начертить А потом идти придется Через горы и овраги Так что прежде человечек Выучись ходить Как чудесно Как чудесно Что однажды Получается То, что Раньше Не умеют Но тот Час же В далеке Обозначается Недостигнутый Предел И опять Идешь Пока Не одолеешь Идался На пути Не видно Но зато Хоть часто Станет Время И однажды Ты сумеешь То, что Не умел Еще никто Точка Точка Запятая Два Кружочка Вне Сто Глаз Точка Точка Запятая Это Кто Небудь Из В Добрый Путь Дорога Требует Отваги И мечтам Зовет Искать И находить Ты поднимешься На бары И пройдешь Через овраги Только Прежде Выучись Ходить Точка Точка Запятая Точка 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 Запятая Точка 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Должно отметить, что сегодняшний концерт, как и диск, очень ярко представляет нам замечательную актрису, замечательную актрису, Лидию Чебоксару. Это явление особенного, уникального жанра. По-моему, в этом жанре у нас выступает только Лена Камброва, певица одновременно театра. Такой огромный актерский диапазон, как вы заметили, исполнительский, и образный, и интенсионный, и так далее. Это такие разные совершенно поэты прозвучали, и Алконосты, и Сухарев, и Барди, то есть Барди, правда, звучал как Маяковский. Но, тем не менее, в огромный диапазон не хватает только еще одной краски, которую я сейчас представлю. Я вам спою сейчас две небольших песенки, из которых одна никогда не войдет в диск Лидии Чебоксаровой, а другая шансы имеет. Вот я начну с нее. Эта песенка театральная. Я попытался создать образ старой театралки. Поэтому, наверное, еще рано. Да, я забыл сказать еще очень важный комментарий. Дело в том, что рок-опера «Тиль Улиншпигель», которую мы сочинили когда-то с Армуальдом Гримутом, все-таки она игралась. Она игралась коллективом, поющий гитар, питерский такой коллектив. По-моему, сейчас не знаю, есть ли он или нет, но тогда он был, и он известен тем, что представил миру первую русскую рок-оперу, которая называлась «Орфей и Эвридика», автор Дмитриев и Журбин. И следующая рок-опера была наша. Но если «Орфей и Эвридика» игрался до нас, и наряду с нашей оперой, и затем долго после, а, по-моему, сейчас ее исполняют время от времени, то наша опера «Тиль Улиншпигель» продержалась в их репертуаре всего полтора сезона, а потом бесславно закончила свое существование сценическое. Мы это объясняли только тем, как здесь уже было сказано, что мы в своем произведении намного опередили свое время. И теперь ждем и дождем, и теперь я жду и дождусь, когда все-таки время совпадет с нашим гениальным произведением. Пока еще не совпал. Ждет своего часа. Это вот комментарий. А что касается старой театралки, то вот эта песня, которая, может быть, когда-нибудь прозвучит в диске Лиды Чебоксаровой. Если Казанцева Лена сочнила мантра о любви, то это, стало быть, будет мантра о театре. И в детстве своем невозвратном, И вулочи взрослые уже, Живу я одним лишь театром, Когда я не в нем полу в душе. Подруги считают, что, дескать, У жизни моей слишком бедный сюжет. Ну что ж, вы же знаете, Страсть — это деспот, А деспоты требуют жертв. Звонки отзвучали, Буфет вымирает, Смеркается в зале, На сцене цветает Божественный йот, Бессмертный Шекспир. Мне кажется, в этом Вся жизнь и весь мир. И в детстве, и позже подросткам, Как буря рвалась я в театр, Сыграть на священных подмостках, Хотя бы Марию Сюар. Ах, наши надежды на счастье, Про это вы знаете, Лучше меня в мечты исполняются, Но лишь отчасти, Отчасти сбылась и моя. И вот я иду каждый вечер, В костюме мой выход вот-вот, Я первое зрителя встречу, Такой мне оказан почет. Еще до вступления оркестра, Еще до звонков перед вами стою, Пальто принимаю, И царственным жестом В ответ номерки выдаю. Да-да, принимаю, И царственным жестом в ответ, Да-да, номерки выдаю, Номерки выдаю, Номерки выдаю. Звонки отзвенели, Вот кто-то убегает, И он еле-еле убежать успевает, А там и Островский, А там и Толстой Меня с Махтуновской Подвозит домой Или Миша Улья, Или Толя Папанов Однажды Миронов Ах, нет, Лановой. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще одна вечерина романс, Который я сочинил от себя лично, Когда прошлым летом в августе Проводил счастливое время В кругу своих внуков. Время проводил счастливо, Но романс получился слезливый. Так немножко я его сочиню так, Подражая Вертинскому немножко. Поэтому никогда не войдет в диско, Лидович Воксар. Так что спешите слушать. Я старый дедушка, Со мной скучают внуки, Я не могу играть ни в штандр, Ни в лапту, Пока я мяч беру в трясущиеся руки, Как от меня уже все внуки заверсту. Я старый дедушка, Я рос при патефоне, Я знал, где Вертинского, Любил у них бывать. Ни на айпаде, И ни на айфоне, Я не убею монстров убивать. Я старый дедушка, Живу в полупреду, Я глотая корки, Пилюли и драже. Если спросите, Который час дедуля, В ответ услышьте, Спасибо, я уже. Я старый дедушка, Я не смеюсь, Я щеглюсь, И десен розовых При этом не даю. Но, ставив в празднику Свою стальную челюсть, В любое зеркало Бестрепетно смотрю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, Вот вы на концерты-то не ходите? Вас же калачом не заманишь. А, между прочим, Вот неделю назад У Юлия Черцановича Был блестящий совершенно концерт В Республике Песни На ВДНХ. И вот то уж он там. Завтра в клубе Альма-Матер У Юлия Черцановича концерт. Вот, имейте ввиду. Классический. Вы, наверное, Обратили внимание На прекрасную мизанцену, Которую мы с Испей Николаевичем Изображаем. И вы, наверное, Если у кого-то в руках Уже диск был наш, Вы обратили внимание, Что у нас все как на диске. Вот мы так сидим И как-то так друг на друга Красиво смотрим. А, между прочим, Эту мизанцену И вообще вот эту фотосъемку, Оформление этого диска Мы благодарны нашему другу Виталию Степанову, Фотографу, Который присутствует в зале. Давайте его поприветствуем. Среди всех дизайнеров Он мне присутствует, Но мы его тоже поприветствуем, Потому что это красиво. Спасибо. Да? Там записки вот, Какие-то. Не очень важно, Но давай я потом На нее доберусь. А сейчас мы хотим вспомнить Нашего большого друга Диму Дихтера. Это блестящий исполнитель Был. Он, к сожалению, Ушел от нас. И он основатель Целой исполнительской школы. Не просто школы, Как учебное заведение, Хотя и это тоже. Но как школы, Как философию. И я считаю себя Его ученицей, Хотя он, конечно, Не считал меня Своей ученицей. Наоборот, Он считал, Что я абсолютный Бестолочь, Которому он что-то вещает, А я с этими категорически Не соглашаюсь. Вот и все обучение. И в наш диск Вошла единственная Композиторская работа Димы Дихтера. Песенка на стихи Александра Кушнера. У кораблика речного Нет названия, Только номер И почти невинно дыма. Он похож на последнее Желание Осужденного на жизнь Крадется мимо. Кто плывет на нем Подстать царю Улису, Повидавшему Аид и стикс И лету. Этот город С дном двойны И виден снизу По-другому, Чем прижавшись К марапету. Как черно Мостов чугунная И знака, Словно вдруг Цветной ковер Перевернули. Разговор под ним Звучит, Как перебранка, Как ночная Перекличка В карауле Схлипые жалобы Полуподвальный холод. Ветерок потусторонний Гладит тель. Все казалось Навсегда Этот город Дан в подарок Оказалось, Что на время Ох, Ох, И сейчас я хочу представить вам человека, который мне бесконечно дорог, который много для меня сделал, который в моей биографии сыграл роль и, с одной стороны, и роковую, а также, и в моей биографии. с другой стороны, и вообще определил мою судьбу во многом, когда пригласил меня участвовать в мюзикле «Норд-Ост». Алексей Ивашенко, встречайте! Здравствуйте. Во-первых, Лида, Женя. Мы вас поздравляем. Мы — это все прогрессивное человечество, разумеется. Я представляю себе, что такое выход нового диска. Это такой праздник, какой-то такой особенный. Это все так трепетно. Все уже позади. Все уже позади, да. Несколько слов по поводу «Норд-Ост». Да. Дело в том, что Лида не только в нем принимала участие. Она, я бы сказал, вошла в его историю. И я целиком, полностью присоединяюсь к словам Юльча Ирсановича, сказанным о ее уявительном, особенном, штучном актерском таланте. Дело в том, что мы не просто с Георгием пригласили ее работать в мюзикл «Норд-Ост». Она была не просто участницей первой труппы, вот самой золотой, самой любимой мною труппы «Норд-Оста». Ее голосом была записана самая первая демонстрационная версия. Мы с Георгием Нарчем пели все мужские партии, а Лида пела все женские и детские. Эта демонстрационная версия где-то еще... Она есть. Она где-то еще хранится, мы их достанем и издадим. Так вот, а потом произошла такая интересная история. Мы пригласили режиссера для того, чтобы он наше детище ставил. Мы работали месяца полтора с ним, мы делали какие-то, как это называется, воркшопс, были мастерские, какие-то наброски, он ставил какие-то пробные сцены, а потом начался кастинг. Мы просмотрели около полутора тысяч человек, представляете себе? И потом мы стали раскладывать, кто кого будет играть. И вот мы сидели вечером, разговаривали, и режиссер говорит, ну, хороший, хороший человек, и хорошая актриса и певица Лидия Чебоксарова. Но так получается, ну вот нет ей, нет ей места-то в спектакле. Георгий Леонардович вздохнул тяжело так, на следующий день с режиссером и расстались. И так будет с каждым. Да, он пустит. О, нежный друг, поскорее убери Беспепельниц с угробом И зажигалкой не режь ночную тьму На мелкие куски На всей земле нет почти что ничего такого, что могло бы Быть адекватной причиной твоей печали и тоски Пускай порой улыбается судьба улыбкой паракуды И достается твой праздничный пирог презренному врагу Поверь, мой друг, на земле нет ничего фатального, покуда Есть у тебя самый лучший в мире я, который все могу Когда беда, словно темная вода, огромною волною На горизонте появится шипя, как злобная змея Ты можешь твердо рассчитывать на то, что спиною, как стеною Тебя укроет от яростных штормов твой лучший в мире я Ведь я умею бороться и искать ноги и не сдаваться Я смел, как левый, пускай все силы зла зарубят на носу Что я сильнее, чем манихи, я тебя не заставлю волноваться Ведь если что, я из воздуха заткнусь, и я тебя спасу А если вдруг мы расстанемся с тобой на веки-веки-веки И прекратится безумный этот сон, что снится нам вдвоем Не грянет гром, не развергнется земля, не пересохнут реки А просто я не сумею больше быть волшебником твоим Не потому, что гордыни ямуян, боец казаться жалким Не захочу арсенал своих чудес растрачивать вообще А потому, что я просто вечный раб волшебной зажиганки И на большом расстоянии от нее без помощи вообще Вот почему мне не быть твоим огнем, когда начнет смеркаться И потихоньку исчезнет дивный дар, которым я владел Я не сумею, не будучи твоим, без воздуха заткаться Ты, свиньи, у любых волшебных сил имеется предел И в час, когда с четырех сторон беда нахлынет водопадом И заблудившись, утратишь правый путь Ты в сумрачном лесу Ты знай, мой друг, что я буду далеко Что меня не будет рядом И я никак не смогу тебя спасти Но все-таки спасу Просыпайся, душа, поднимайся Хватит спать, словно сыщь на столбе Поднимайся, душа, принимайся На кларнете, играть и трубе И в кучи, ведь не страшно кидаться И ля фам, как и прежде, жерже Ведь приходит, пора пробуждаться Даже очень уснув в душе Потому что она, потому что она Обормоту тебе не случайно дана Ведь когда в небесах делать начали нас Для тебя кто-то именно этот припас И назад ее примут едва ли До того, как наступит пора А попытки ее потихоньку продать Не доводят, увы, до добра Нас порою волною смывает И швыряет туда и сюда И она не на месте бывает Даже в пятках дрожа иногда Но потом прибегает обратно Не давая тебе отступать Ты лишь вовремя и аккуратно Поддавай ей команду Не спать! Потому что она, потому что она У тебя обормота всего лишь одна Это орган непарных и как ни крути А адекватной замены ему не найти Тони ветер бушует над мором Тони с горн побежали ручьи Это снова и снова кларнет и труба Подают позывные свои Подают позывные свои Олексей, скажите Пригласите, пожалуйста, зрителей На вашу презентацию Я настаиваю Да, вы Спасибо большое Дело в том, что у меня тоже диск выходит Вот он выйдет во вторник Он называет Привезут меня во вторник Он называет Самый лучший в мире я В следующую субботу Я его тоже презентую В театре эстрады И у меня там замечательные гости будут Помимо меня Еще тоже мои старые друзья будут всякие И новые неожиданные друзья Будет Ира Покушерская выступать Леша Кортнев будет Сергей Жилин придет сам поиграть на пианино Без оркестра Без ансамбля Вот И Совершенно не С интересным человеком я познакомился тут Французский гитарист Фредерик Белинский Правнук Да, да, того самого Представляете Тоже собирается поиграть И Вот все, собственно Спасибо Я думал, надо сначала сказать А я просто говорю Алексей Ивашенко Поздравляю вас с большим событием Потому что Я точно помню Алексей Игоревич Ивашенко Мой друг Дорогие друзья Мы уже выходим на финишную прямую Вы заметили, что наш концерт Как одно мгновение пролетел без антракта И Сейчас я хочу Обязательно сказать Теплые слова благодарности Людям Чьими молитвами Огромные И Я хочу пригласить на сцену Дмитрия Земского На сцене Трио Брю Полным составом Произошло Лидия Имейте совесть Спойте улиток Улитки Владимира Васильева Это еще одна его песня Которая вошла в наш новый альбом Слушайте И их нужно обязательно Именно на альбоме Как хотите Но Аранжировка Которую сделал Евгений Николаевич Она запредельно космическая И Воспроизвести И я не смогу Нет У меня не повернется язык Но собственно Вы знаете На этом альбоме Довольно много песен Которые никогда Не будут Исполнены мной В концертном варианте Это Это правда Да Войдут тебя лавины До звука твоего звонка Вы знаете Очень приятно Такие пожелания слышать Но я думаю Что Эти песни Мы всегда поем На наших сольных концертах Приходите на любой из них У нас их довольно много Теперь уже в Москве бывает Следите за рекламой И На сайте Чебоксарова.ру И в моем блоге В живом журнале И приходите на ютуб И вообще Меня очень легко найти в интернете Звоните Пишите А главное Приходите на концерты Мне кажется Нам уже Всем Давно пора Выходить из своих норок И начинать общаться Как прежде Спасибо вам Владимир Музыкантов Песня, которая вошла В альбом 15 песен Владимира Музыкантова В исполнении Алексея Ивашенко Которого вы видели Только что Он блестяще и спел Но я все-таки Не выдержала Тщеславие мое Не выдержала И я записала Эту песню На альбом Театр Смерть чиновника Во всем виновный Дрожа как лист Живет чиновник Растущий вниз В движениях мелок Бесстыдно лыз Приятель белок В домах крыс Не врач Не путаник Не альбинист Штабной работник Бумажный клист Живет вон Как не жует Худые ноги Большой журец Летят недели Года бегут Но в этом теле Точни в мозгу Как заключенный Бейком от всех Живет ученый Растущий вверх Живет прозаик Растущий внутрь Никто не знает Его минут И в той же Боже Свидетель И Бог Живет художник Растущий в бок На всякой драме Есть свой статист Ах, мама, мама Но улыбнись Пускай без денег Пускай бокалов Но не без денег Не ругай Тебе признаюсь На чистоту Я сам не знаю Куда расту Я твой шептовник Твой кипарис Шептал чиновник Растущий вниз Мне скажут Здрасте Ну, налеви Такие страсти Что дой Шекспир Он вам не ровня Шекспир не врет Умрет чиновник И мир умрет 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 Чудесно рухнуть на опушку Спиной в тюфяк, щекой в подушку И нежной ленью овладеть Не по верхам, а в совершенстве Чтобы в простительном блаженстве Как жмель над клевером гудеть Та-да-да-да-да-да Та-да-да-да-дай-да Та-да-да-да-да Та-да-да-да-да-дай-да Вроде он не держит измаяний Он для куваний, для валяний И для других счастливых дел И неповаренное живанство Островы духа-близианства Там населением овладел На лучшем мир не уповая Цветет культура смеховая Комедианство, а не окнот Ерунда судит в полагане Она в барабане гол, как в бане И развлекает свой народ Благо смотря по передышкам Когда хочешь, как мартышка Над другом смертью и судьбой Над женщиной, над мужчиной Проверка вольностью бесчинной Осталась ли душа с тобой? Когда смешно не хлещет в уши Само бессмертие хлещет в души Как виноградное вино И в передышке все забыто Канадки веку грюстого быта И все трагичное смешно Легко вернешься в пыль Незагрешно плетя кофейник На ужин зелень Пожуешь Равно простишь И приматом Ты насладишься ароматом Того, как длишься и живешь Благословенно пей Передышка Когда так хочешь, как мартышка Когда так хочешь Над другом смертью и судьбой Над женщиной, над мужчиной Прорядка вольностью бесчинной Осталась ли душа с тобой? Ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Иванов Где в теплых слоях атмосферы Нет и нужен от зонов и слой Представитель рептивой эры Чудо-ячер летает стрелой Ищет след его палеонтолок На разломах реликтовых плит А он крылья распустит Как в полок И один против солнца воит По ночам, уснижаясь, вдыхает Аромат землечных полян Тем живет и черта неплодная Не кусает за шеей землян И котей у него не найдете Воплощенная предков мечта Без ноги родился в полете Обречен бесконечно летать Евгений Мыков Дмитрий Земский Спасибо вам, дорогие друзья За то, что пришли сегодня На дождь я операция Как бревно Лежа в дне Надо ща, даже с камнем в желудке. Я, дружище, летаю во сне. Проснусь и ползу по старинке. Я такой же, как ты, крокодил. Но порою так чешется спинка. Может, это предчувствие крылья. Я, дружище, летаю во сне. Я, дружище, летаю во сне. Сейчас мы поем бисовую песню, а потом Евгений Николаевич будет давать автографы. Вот там, где продаются диски. Один мой знакомый администратор говорил так обычно в конце концерта. Если вы хотите внести частичку тепла сегодняшнего концерта, то диски продаются сразу возле выхода. Когда мы выступаем трём брюд, мы всегда заканчиваем наше выступление одной и той же песней. И сегодня мы без неё тоже не уйдём. Александр Медведенко. В прокуренном театре без рампы и кулис, Где вовсе непонятно, кто зритель, кто артист. В бездарной пандемии, коротких южных зим, Неслышно и незримо по времени скользим. Как странно, без участия, без слов и без вины, На собственные страсти смотреть со стороны, Как роль обыкновенно разучивать печаль. Прощай, прощай, мой друг бесценный, Единственный прощай. Безловно, словно тело, мы тычемся в углы, И души, как растекло, а ноги, как тяжелые. Зимой всё начинается, зима поставит крест, На том, что не менялся перемен и без. Как странно дни и ночи, без слёз и суеты, Отыскивать средь прочих знакомые черты. И вновь всё ту же сцену Молчать, не почищать. Прощай, мой друг бесценный, Единственный прощай. Прощай, мой друг бесценный, Единственный, как странно, Перед ветром распахивать с пальто. И снова беззаветно По-детски верить в то, Что новогодней хвои Средь всякой кутерьмы Окупится с лихвою Безмолвие зимы. В прекрасном белом вальсе Описывать свой круг, И искоркой бенгальской Взлетать из чьих-то рук, Чтоб от цветы на стену Ложились трепеща. Прощай, мой друг бесценный, Единственный прощай. Прощай, мой друг бесценный, Единственный прощай. Прощай, мой друг бесценный, Единственный прощай. Прощай, мой друг бесценный, Единственный прощай.